МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. А и Б сидели на трубе. Чем асфальт и безопасные дороги могут помешать гору водоканалу с грубаши, смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из Твери в Дагестан. Чем привлекли русскую учительницу местные горы, расскажут наши корреспонденты. 101 год со дня основания. Сотрудники уголовного розыска и МВД отмечают свой профессиональный праздник. Качественные и безопасные дороги. Реализация данной федеральной программы ударными темпами идет практически во всех городах республики. Не отстает от намеченных сроков и избирбаж. Здесь сразу на нескольких улицах ведутся подготовительные работы по укладке асфальта, а кое-где его уже проложили. Все бы ничего, но местные жители и сотрудники горводоканала бьют тревогу. И причина для этого, как оказалось, есть. Дело в том, что новое асфальтовое покрытие прокладывают на старых коммуникациях аж прошлого века. А это, уверены специалисты, рано или поздно приведет к печальным последствиям. У нас осуществляется 7 улиц. Такая улица, крупная, как Валентина Ямирова, 2 километра 600 метров. Водопроводы, конечно, старые, 50-х годов, 70-х годов. Представьте, что Валентина Ямирова сейчас сложит новый асфальт. По закону в течение 4 лет я не имею права его трогать. А водопроводы и кондиционные сети остались старые. То есть, к сожалению, трубы износ стопроцентный, прорывы. То есть, я думаю, в ближайшие полгода от этого нового асфальта ничего не останется. Поэтому мы извещали администрацию города и письменно, и просим, и бьем тревогу. Сначала нужно заменить коммуникации, а потом положить асфальт. Это, конечно, хорошо и для города, и для горожан. Но, к сожалению, сегодня не слышат нас. Это еще полбеды. Сам водопровод, обеспечивающий избирбашцев питьевой водой, активно застраивается. Труба местами проходит под фундаментом частных домов. Такое положение дел в местном горводоканале называют вопиющим безобразием. О проблеме говорят, о ней знают и местные, и республиканские власти. Однако никаких шагов по исправлению ситуации пока не предпринято. По магистральному водоводу, к сожалению, охраны в зоне у нас до сих пор нет. Хотя неоднократно обращаемся к администрации города и письменно, и устно, бьем тревогу. На магистральном водоводе идет застройка. Сегодня и появляются и заправки, и строения, и все остальное. Всемирный день учителя отмечают в России. В этот день поздравляют и чествуют работников образования. Награждают за особые вклады и достижения. Как говорят, педагог не профессия, это призвание. Из Тверской области, Цумадинский район. Надежда Фролова, героиня нашего следующего сюжета, преподает английский язык в школе, расположенной высоко в горах Дагестана. Женщина переехала в нашу республику, чтобы быть ближе к приветливому народу, как она считает. И именно здесь ей удалось обрести душевное спокойствие. Сюжет о русской учительнице в дагестанском селе подготовила Хадижа Курбанова. С чувством, с толком, с расстановкой. Так проходит каждый урок английского языка в классе Агвалинской гимназии. Надежда Фролова здесь всего месяц, но уже успела привить детям любовь к себе и к своему предмету. Имя каждого ученика она знает наизусть, а уроки проводит в игровой форме. Считает, что так дети лучше усваивают информацию. Хорошо объясняет английский язык. На каждом уроке мы делаем зарядку, гимнастику. По-моему, она самая лучшая ученица английского языка. Что именно тебе нравится в ходе урока? Она очень хорошо объясняет английский язык. Мы все понимаем. Мы узнали новые слова, предложения, тексты и так далее. Переехать из далекой Твери в Дагестан ее побудила любовь к нашей республике. Летом Надежда Фролова побывала в Цумадинском районе и осталась под большим впечатлением от красивого вида горы и добродушного приема местных жителей. До этого в республике она не была и знала лишь о том, что это родина Хабиба Нурмагомедова и Расула Гамзатова. Музыка такая есть. И не морякона, а одинокий пастух. Мне она всегда нравилась. Мне так приставалось, что я в горах. Почему-то еще читала Расула Гамзатова. Как бы изначально, конечно, летом я поехала просто посмотреть, не то, что прямо сразу переехать. Меня так гостеприимно встретили и Министерство образования летом. Как бы я просто вообще пообщалась с местными жителями, познакомилась. Познакомилась с Абдулманапом Нурмагомедовым, познакомилась, поработала у него в лагере спортсменов. Как-то посмотрела на жизнь в Дагестане. Мне захотелось даже переехать. Надежда временно остановилась вместе с сыном в местной школе-интернат. Она вошла в программу «Земский учитель», а значит, скоро у нее будет возможность приобрести жилплощадь в селе. Почти каждый день у нее по шесть уроков, плюс классное руководство, а в планах открыть кружок французского языка. Коллексив принял новую коллегу добродушно, ведь хорошего учителя английского языка здесь не хватало долгое время. В последнее время учителя английского языка ушли, но по возрасту, по болезни, поэтому появилась такая вакансия. А так здесь вакансия, дефицит бывает. Она приехала в новое место, здесь менталитет новый, люди разные, поэтому, конечно, без мелких проблем, мелких этих вещей не бывает. Свободное от работы время Надежда изучает окрестности. Здесь все для нее ново и любопытно, поэтому при малейшей возможности женщина старается пройтись по горной территории. Свободного времени у меня очень мало, потому что все-таки много новой, незнакомой работы. Но когда я отдыхаю, я стараюсь выйти на природу, потому что здесь удивительная действительно природа, как в Швейцарии, даже лучше. И вот когда я вижу вот такую горную речку, такие горы и воздух, потому что как-то здесь я заряжаюсь энергией. Я считаю, что здесь вообще Дагестан – это такое место силы. Так, высоко в горах и вдали от Родины, но нисколько не чувствуя себя одинокой, Надежда готова жить еще долго. Ведь главное для женщины – душевный комфорт и спокойствие. И именно здесь она это обрела. Хадижа Крубанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Цумадинский район. 5 октября в Управлении уголовного розыска Министерства внутренних дел России исполнилось 101 год. В связи с этим в МВД по Республике Дагестан прошло торжественное мероприятие. Глава ведомства Абдурашид Магомедов поздравил собравшихся с профессиональным праздником, отметил роль и значимость их работы. Вы первыми идете туда, где совершается преступление. Вы первыми разбираетесь с теми, находите и разбираетесь с теми, кто совершил это преступление. И это благородное занятие. С праздником добра, мира, спокойствия. Плодотворной и эффективной работы. Наверное, неоднократно говорил. К собравшимся также обратились и ветераны службы. В завершении мероприятия отличившиеся сотрудники были награждены почетными грамотами и знаками отличия. В Махачкале продолжается народная стройка Духовного центра имени пророка Исы. Все больше людей и общественных организаций принимают участие в процессе. Свою лепту в богоугодное дело решили внести и воины-интернационалисты. Этот объект, который сейчас строится для нас, жителям нашей республики, является огромной работой для объединения многонациональной нашей республики. Но мы в последующем тоже, конечно, поддержим. Спасибо за такую огромную работу. Это была последняя новость в этом выпуске. Удачных выходных. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok